приветствую вас друзья мои как вам известно полторы недели я не мог снимать видосы пока у меня комп ремонтировался слава богу был какой-то запас и было что выкладывать я вам даже больше того скажу я по вам соскучился так что сегодня мы с вами разберем билд которую вы когда-то спалили в одном из моих видео просили его показать но я отказывался причина было всего в одном этот билд не самодостаточен он завязан от тимплея а билды которые я выкладываю они как раз рассчитаны больше для рандомов там чтобы вы могли делать все что угодно и были полностью как говорится все было ваших руках вот но мы поиграли в бету получили некоторую информацию и на сегодня мы владеем следующими знаниями во-первых сиена у нас стала одним из самых дамажных персонажей а в частности первая сиена это вообще убийца всего и вся и тот билд который используется сейчас который мы использовали на бете он полностью соответствует данному билду который вы когда-то увидели и который в текущей версии не самодостаточен но в релизной версии когда она выйдет он станет как раз очень мощным и даже более того большую часть там контента который будет представлен вообще прохождение без какой-либо сиены а в частности без первой сиены будет просто затруднителен поэтому мы начнем готовиться к этому заранее пускай возможно в релизе еще может отчасти все поменяться и мы там все пересмотрим но то что сегодня мы знаем мы уже можем как говорится себе наматывать на ус начнем мы по талантам стандартная не меняется по сиене мы берем ненасытное колдовство ускоряющие заклинание второй талант мы здесь уже меняем раньше у нас был мир в огне теперь мы берем тлеющие огни которые делает у нас скажем так все противники которые горят будут гореть до смерти то есть горение не спадает вот этот как раз таланта в совокупности с одним из новых талантов которые нам представили в бете делает из этой сиены одну из самых имбовых по дпс новый талант ей повышает уровень точнее дамаг горения на 150 процентов ребят то есть если у нас текущее горение дает в тике 300 до и это два тика то там получается 850 по моему если я не ошибаюсь как раз 850 урона в каждом тике при том что мы берем будем с вами брать еще и вечное горение то есть чем бы мы не пользовались какими бы посохами чего что угодно просто подожгли всех и ждем пока все сдохли то и но примерно это будет выглядеть конечно не так но талант у нас остается также без изменения то есть мы берем с вами еще более ускорено заполнение заклинаний при действии нашей пассивки 4 талант у нас меняется раньше мы восполняли себе хпс убийств теперь мы будем восполнять со стаггера вот это как раз будет основа билда основа вот этого билда и это же его проблема в текущей версии то есть но мы сейчас к этому перейдем поподробнее но сам факт что мы будем обучаться именно управление стаггером потому что как вы видели в бейте в видосах весь урон будет завязан на стаггере стаггером будет погонять стаггер будет погонять стаггер то есть если вы не умеете стаггерить то вы вообще dps никакой выдавать не будете а поскольку у нас билд на стаггере мы еще будем захиливаться просто как как тварь бессмертная вот так вот мы будем жить на этой сиене ульта у нас остается бы без изменений по оружию для данного билда исполнения в текущей версии первый слот это обязательно огненный меч это собственно и является краеугольным камнем и проблемой билда в текущей версии почему потому что огненный меч у нас не имеет никакого абсолютно никакого урона по броне и это является и проблемой билда вот в текущие скажем так текущих реалия потому что вы будете зависеть во многих вопросах от тиммейтов и поэтому если вы играете с друзьями то вы конечно можете использовать этот билд вот как я его использовал в своем видео да там или арзо его использовал а если же вы идете в рандом и хоть поймешь кто с вами будет играть которые в принципе сами ничего убить не могут то это будет у вас вызывать часть проблем хотя мы будем компенсировать это посохом но опять же понимаете в чем проблема билда одно дело когда у вас мили оружия и в игре про мили бой да то есть стран ближний бой и вы спокойно можете драться с противниками блокировать отбиваться а другое дело когда вам при будет приходиться переключаться на грейндж оружие чтобы бронёю собственно вот это и есть проблема данного билда но мы как раз будем обучаться как этим пользоваться как этим пользоваться правильно по характеристикам 5 процентов шансу крита 5 процентов скорости атаки перк быстрое истребление на втором слоте я беру посох огненного шара скажу честно пытался я пытался использовать знаете такая была мысль ну давайте хотя бы здесь мы попробуем использовать посох молнии ну блять говно этот посох вот честно слишком он слабый а если учесть что и правильным замечанием скажем так которые и выписали до релиза скажем так dlc осталось не так уже много времени а в dlc этот посох стал еще большим говном чем является сейчас потому что если сейчас хотя бы можно там критом не критом но можно хоть что-то шотнуть там выставив определенные характеристики постараться там нагреть его до полного нагрева то в dlc напоминаю вам что у всех мобов подняли хп в три раза и этот посох идет на хуй но до лучших времен пока его не апнут скажем так поэтому мы берем здесь посох огненного шара и будем контрить броню хоть как-то именно с этого посоха по характеристикам 10 процентов против бронированных 10 процентов против скавинов и перка тепловой компенсатору не с перегревом явля есть проблемы поэтому увеличиваем общее количество перегрева первая бижутерия 20 процентов их здоровья 10 процентов снижения атак по области атаки по области вы выбираете то в чем у вас большая проблема то есть понизить блок увеличить количество щитков увеличить дальность отталкивания так далее так далее так далее на свое усмотрение перк обязательно улучшенный эффект лечения то есть вот перк здесь без вариантов чтобы билд работал вам нужен этот перк вторая бижутерия 10 против бронированных 10 против пехоты ну перк графина или кому как удобно последняя бижутерия стандартно 33 процента против время проклятию 5 процентов шансу крита перк на ваш выбор бурстить здесь смысла нет единственное могу дать рекомендацию не ставить бурст а дальше захотите шанс оставить гранату или увеличенный радиус на ваше усмотрение прежде чем мы пойдем в рандом я объясню некоторые сразу так нюансы по геймплею первый нюанс стаггер стаггера у нас происходит за счет первой хэви атаки именно первой хэви атаки хоть у нас говорится о том что у нас здесь максимум 8 целей у стаггера огненного меча так же как и у нового цепа который кстати делает этот билд полноценным потому что цеп новое оружие которое дадут сиене будет во-первых спокойно работать по броне а во вторых как у стандартно цепа в нашей игре он будет еще игнорировать щиты и и третье преимущество любого огненного оружия у сиены он не имеет ограничение по количеству так хоть миллион крыс будет первая хэви атака с мяча будет стаггерить и поджигать всех без исключения значит по геймплею чему мы учимся когда нам нужно резко отхилиться мы идем стаггерить и набирать хп на противников для этого мы используем следующих heavy атака блок heavy атака то есть а механика такова что нам нужно именно первая хэви атака 2 хэви атака вот это вот нам не интересно но если мы не хотим побыстрее убить и противников несколько штук перед нами когда идет большая толпа мы используем хэви атаку блок хэви атака блок хэви атака блок то есть вот по такому принципу мы моментально будем восполнять себе хп если бы у нас сейчас уже было нормально оружие а не огненный меч то каждая хэви атака цепа она еще и дает такой взрыв и стаггер и все разлетаются и поджигаются ну пиздец короче самое забавное что в первой версии беты это оружие умудрились еще и апнуть посчитав что она слабая то есть если вдруг она дойдет до нас в той версии в которой вот сейчас было в бете но это пиздец ребят это прям будет ебать так вот еще раз собственно хэви атака блок хэви атака блок эту же механику вы должны потому что ее нужно также применять если вы играете вдруг на грубери с алибардой там тоже самое используется для того чтобы использовать только первый удар широким замах ну то есть только не хэви атака там light атака блок light атака блок а здесь хэви атака блок хэви атака блок первый нюанс по геймплее на в данном билде второй нюанс я напоминаю что все посохи на данное сиение имеет максимальную зарядку при пассивке и такую же максимальную зарядку на второе заклинание какой бы посох вы не взяли у вас максимальные 2 два первых заклинания то есть это баг на самом деле потому что должна срабатывать только на первое заклинание но как вы можете видеть второе заклинание заполняется видите третье это уже третье это долгий заряд поэтому в геймплее мы помним значит хэви атака блок хэви атака блок начиная мы всегда с двух полностью заряженных фаерболов два полностью заряженных фаербол шо ты это например шторм вермера это для понимания как мы компенсируем себе убогость миль оружия вот в общем это основные моменты то есть это стагер который мы умеем использовать с вами постоянно стагерем и отхиливаемся и это напоминаю про двойной зарядку заклинаний на посохе все сейчас мы с вами отправляемся в рандом там мы закрепим наши полученные знания на практике кстати найти чем хочу рассказать ой бля середина карты надеюсь не середина точно вот пока я полторы недели сидел я уже когда совсем начались ломки такой поставил себе игру на свой ноутбук так вот на минимальных настройках у меня было максимум 15 фпс когда шла орда фпс оставалось пять и вот ну блядь ну ладно так грим 1 фолиант 1 на месте ну здесь одного грима хватает так что ничего страшного по моему босс нет вот я вот сделал несколько скриншотов статов и вот я вот скинул чтобы вот если у вас кто-то будет говорить что он хуёво играет потому что не улагает вот просто скиньте ему эти скриншоты и пусть ему будет стыдно реально есть одна проблема реальная проблема я не знаю вот если кто-то играет на таком низком фпс и может отпишитесь расскажите да существует ли у вас такое дело что я заметил после хэви атаки вот когда у вас все щитки сбивают то есть например хаот или штормвермер то первый щиток восстанавливается через 3-8 секунды даже почти через 4 секунды вот это дичь конечно полная то есть если вы пропускаете даже не пропускаете а получаете хэви атак который вам скидывает щитки дальше только доджик противном случае как бы все даже лайт атаки противника вы получаете в лицо босса соответственно к сожалению танковать на таком фпс и невозможно но при этом я говорю достойно играть даже очень вот скриншота скину просто как бы есть там даже преимущество небольшое я например видел появление волны еще до того как она появится секунд за пять в текстуру блять в в этом как все спрыгнули ну и хуй с вами любите сами там теперь так ладно это все лирика как говорится начинаем да собственно вот а сейчас у нас пока хп может стать полная сейчас мы продемонстрировать зарядку хп не можем надо будет потерять хп немного чтобы мы посмотрели как это выглядит сейчас уже скажем так в режим игры за обойдем с вами и уже будем действовать так как согласно нашему билдору мы должны действовать мы должны действовать было так скажем это было блажь что сегодня уже привыкайте использовать их по полной то есть это уже не просто вы типа отступили а именно по прокинули и которую и 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 Кстати, что касается вот спешелов, особенно подобных, старайтесь использовать с посоха именно лайт-атаки, они намного эффективнее. Вот, сейчас у нас пойдет волна. Вот хаот мне здесь вообще не, кстати. Ладно, волна сзади будет? Не будет? Давай мстилуй, ебаный в рот, один хаот. Вот видите, да, проблема. Конкретная проблема данного билда в текущей версии игры. Вся волна здесь была. Не прет нас сегодня. Вот, бегут. Вот смотрите, у нас волна, да, вот я прокидываю так дорожку под них и прокидываю вторую. То есть все противники в данном случае уже горят. Напоминаю, что мы готовимся с вами, как говорится, этим билдом, мы готовимся к переходу к обновлению. Поэтому мы помним про себя, что у нас там будет 150% прибавка к горению, а горение у нас будет выбрано вечным. Поэтому мы именно херачим так, чтобы максимально иметь КПД. Одиночные цели, конечно, можно просто порубать. Тем более, ХП фуловое. Восстанавливать нам его не надо. Поэтому так даже быстрее получится. Так, фиолетку, Эль возьмет. Не хочет. Ну и ладно. Возьмем мы, мы тоже даем контроль. Вот, собственно, это наши два заклинания, которые мы всегда должны прокинуть. То есть если вы достали посох, даже, блядь, если вам не требуется, прокиньте второе заклинание. Куда-нибудь что-нибудь да подожгется, как говорится. Вот он. Сучанок. Да, такое себе удовольствие, конечно. Реакция мангуста. Но это я хуйней страдаю. Я надеюсь, вы поняли. А мы идем таки медленно. Вот, конечно, можно сейчас поигнорить, ребят. Чисто, чтобы этот, побаловаться, как говорится. А, у меня и фуловое ХП, да? Отлично. А давайте сейчас мы... Нет, этого гада мы не контролим. Так, задача... Все, набираем пассивку сейчас. Когда он превратится в креветку мягкотелую. Почему-то я знал, что он сейчас отлетит. Я... Не знаю. Вот, вот смотрите, например, да? На 5 фпсах я бы не мог вообще там ковачить. Да заебало это вонь там. Или совсем умер. Кого-то похилить надо? Нет, все нормально. Странно, я что-то думал, они как-то бежали так резво, что... Я думал, что это вообще пати играет, и всех сейчас разъедут. Ну ладно. Собственно, ничего страшного не произошло. Так, вот по берсеркам, помните, да? Тоже работайте лайт-атаками. Фаерболы их плохо, контрят. Я слышу синта. Хотел сказать я. Ну ладно, зато он нам сейчас перед волной как раз наконец-то... Наконец-то мы сможем основную нашу... Как говорится, посмотреть фишечку в этом билде. Разумеется, на цепи это работает все гораздо еще эффективнее. Так, хилиться я не буду специально. Жонглер. Так, а бук-бук надо взять, блядь. Если я возьму бук, надо будет похилиться. Ну бля... Ну бля... Ну ладно. Сделаем вид, что мы такие. Охуевшие. Я вот знаю, как обычно это происходит в этом. Да вы ебываешься где-нибудь, пизды получишь. Так, надо отойти. Гномик встрял уже. Грубер тоже. Вот, 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 понимаете, да, в чем сейчас проблема у меня вот возникает. Вот с... С вот этим вот приятелем, да. Ой, иди нахуй. Я тебя вижу, мразь. Вот. По сути говоря, большая проблема... Это что, патруль, что ли? Остатки. А, нихуя не остатки, блядь. Все, горите нахуй в банском пламени. Ну сейчас бы, например, на патруль можно было, конечно, просто спалить нахрен. Ну то есть он бы просто угорел бы там. Даже не потребовалось бы ничего делать. То есть если бы это у нас была сейчас релизная а-ля версия... Кто остался? Тестерс. На хэрболт можно. Так, все. У нас, по-моему, достаточно нехватки ХП. Скажем так, для а-ля демонстрации. Давайте Груберу поможем. Дорожки прокинули. Все, видите, угорают, угорают парни. Вот, сученок взял. Вижу, гранату. Там что-то чел говорит, я не слышу. Так, ладно. Вот я честно пытаюсь услышать, что он говорит, но я не слышу. Так, ладно, том у нас есть. Один том уже просран. Все, хилиться мы не будем. Нам нужно... О! Есть сила. Нам нужно, наконец, уже дойти до нашего... А, там еблан просто, я понял. Ну, по-моему... Что, блядь? У меня тут просто в голове они летели. Собственно, вот пошел процесс захиливания. А, да, 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 да. А, да, 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 да. Это встроенный огнемет в руки, так что... Как говорится, можем себе позволить. Когда цели мало, вот как сейчас, да, то можно вторую хэви-атаку прокинуть для быстрого убийства. То есть она имеет намного больше урон. Я, сука, знал, что ты там сделаешь, пидор. О-о-о-о-о! Понапрыгала, блядь, видали сколько? Мне кажется, иногда игра в азарт входит, и когда вот хочет тему убить, блядь, щас, сука, мы вас, блядь. Прибьем. Похилимся, похилимся, ну, хотя я уже показал, как это происходит в реалиях, я похилиюсь уже там, на финальном чекпоинте. Ой, гном у нас ливнул, расстроился. Он у нас заменился. Закрыт. Пиздобол, как он нахуй лондон, блядь. С таким пингом по отношению... А, так это у меня... Нет, у меня пинг такой, как у него. Пиздобол. Пиздобол... Время для сна. Реалим, которое выявляются... Пиздобол. Пиздобол. Это не зато прикольно, так угорают. Все, сейчас здесь мы уже с вами похилимся Хуй-то там мы сейчас здесь похилимся Потому что все-таки с нами играют пидорасы Ну и до херсена Это они отдохнуты, им надо Как говорится Знаете, как я всегда мотивировал себя подобно Типа, ну блять Они же убогие Ну, значит им надо Сейчас будем смотреть, как себя тень реализует Вот интересно, забаговать мне мобов или вот А давайте посмотрим, сколько раз кто отъедет, если что Тень даже не торопится брать полшин Ей он не нужен Хотя как она дралась с предыдущим боссом, я бы ей рекомендовал его бы взять Ну ладно, мы хотя бы под полшин вообще скинем гранату Убьем нахуй гнома Я гном отошел К сожалению, приходится разъембаться с мобом Вместо того, чтобы подамажить босса, ну да и херсена Тень умерла, да? А я знал, я знал, что так произойдет Так, я схватил перегрев Давайте разожгем здесь мобов Таким вот образом Пусть горят Нет, перегрев пусть спадает У нас не вариант быть на перегреве Так, тень справилась Встанем себе в безопасный угол Ну так, безопасный Вот в этот Из которого мобы не выходят Но к нам приведут мобы все равно Все нормально Так, так, так Что у нас здесь? У нас тень пошла работать Да ебаный, вроде Зоопарк на выезде Может им баночку показать? Хотя они вообще бесполезны И можно и умереть В принципе-то Вот щитовики пришли, да? У нас пришли щитовики И это вот как раз, видите? Почему ни в коем случае Если вдруг вы в себе максимально не уверены Не используете этот билд В рандоме Именно по вот этой причине, понимаете? Не вам сейчас, не из вот этих вот Говорится, драться Что? Кто? Ну ладно В общем, что-то я тут Умер Ой, гном Бери свои пукалки Или воспользуйся ими, что ли Ну уже поздно Нет, успел Молодец Так, бутылку они все-таки умудрились сожрать уже Нам нужно резнуть сейчас Потому что В противном случае все закончится Очень хуево На этой катке А мы же не хотим этого Хотя эта тень, разумеется, абсолютно бесполезна Два раза за один файт Умереться Так На штурмвермеров таких Мы хотя бы можем вот так сделать Как я говорил Два фаербола То есть тень не резнула Она хотела резнуть Но в инвиз же уйти не вариант Чтобы резнуть Ой, она ушла Все-таки Он не съел Главное, я начинаю гореть Да, ребят? Чувствуете, как я начинаю гореть? Мы же чекали эту тень Она Что там у нее вообще? Сейчас нам надо похилиться Причем очень срочно В противном случае Мы сейчас вот в таком Хуйне умрем И все будет здесь проебано Вот Мягкая волна Ну Три крысы, конечно, мало для хила Они сдохли раньше Скотины Могли подольше пожить Здесь один грубер, короче Вот Вот за что я ненавижу Вот неполноценное нынешнее оружие Хотел переключиться И не успел Да, я понял, что он там орет Да, здесь адекватный, только грубо Вот Ну Почти адекватный Ой-ё Ни хуй мне арестнули Я уже думал, до финиша буду Собственно Вот Все, как говорится Как всегда Основные моменты Показал Напоминаю Стайгер Через хэви-атаку Блокский по наймации Хэви-атака Бл***ь Ну, то есть, вот Механика, да Мы её запомнили Помним, что нам надо контролировать ульту То есть, дорожки С выходом Особенно С выходом В DLC это будет оружием То есть, вот Прокинули И должны думать Как мы их прокидываем Потому что Чем больше заденем мы противникам Чем больше в них зайдут противников Тем больше они загорятся И, соответственно Больше получат урона Ну и, собственно О том, что у нас Ну, кстати В DLC, по-моему Этого не будет Потому что отняли этот талант Но это Это не точно Этого я не помню уже Вот Главное, вот Хилимся с тагерем Хилимся с тагерем Ну, так далее Так далее Так далее Ну, и там, конечно У нас будет Божественное оружие Под видом цепа Ну, и Несостоятельность Билда В текущей версии Вы тоже увидели В чем главное То есть В том Ну, это, кстати Будет неплохо Вам потренироваться В принципе Как говорится Потому что Это, скажем так Будет челлендж На игру с рандомами Что Не выйдет много брони И все не умрут Блять Оставив бас одного И вы такой думаете Блять Ёбаный в рот Блять Че делать теперь Со своим омниным мечом Ну, так далее Так далее Так далее Вот Все Сейчас мы заканчиваем Там посмотрим Ради интереса Просто хочу Чекнуть Сколько урона Во-первых Пожрал у нас Лидер группы В виде эльфа Ну, вы знаете К эльфам я отношусь Слава богу Наверное С выходом DLC Их вообще не останется А уж перестал Дамажить Он перешел на скилл Понимаете Там теперь надо Скиллуху проявлять Вот Поэтому я думаю Что Именно теней Станет крайне мало Но зато Станет очень много Вторых эльфов Это прям вот Пиздец Как много их станет И С учетом того Что на самом деле Хоть он и станет Намного сильнее И Даже Опять же Отчасти Вторая имба Но К сожалению Там надо мозгами Пользоваться так же Как и сейчас На втором эльфе А поскольку У нас Ололошеньки Играют То Ни о каких Мозгах Речь не идет Я боюсь Что это будет Вот Вот Попа Раздирателя Которые будут Под вами Поджигать стулья И подо мной В том числе Вот Ну давайте Зац Чекнем Стат Посмотрим Что у нас Получилось Ну вот Я же говорю Грубер 1 Видите Мы как бы Пришли В середину Катки И мы ушли По дамагу Практически Дошли до Грубера По количеству Мобов Мы дошли До Грубера Он нас Передамажил Наверное На элитах В частности Там Вот в патруле Еще где-то Ну а Эльф Вы понимаете Насколько Насколько Эльф Является Эльфом Будем Заменять Матерные Слова На слово Эльф Вот Все Как говорится Всем Удачи Приятных Каток Поменьше Тупорылых Эльфов Катки Все Спасибо За просмотр Давайте